А вы еще не успели получить подарок от Аврору в день нашего рождения, в день нашего девятилетия? Это нужно срочно исправить. Звоните прямо сейчас на 25 1007, друзья, и выигрываете LED-телевизоры, ящики, пиво Котайк, море радости. Ну и разделите, конечно, с нами радость нашего дня рождения. Вы слушаете Аврору в студии. Много девушек. Красивых, младых. Сегодня праздник у девчонок. Сегодня день рождения. В общем, это вот начала петь Марина, я, Мариана Охотникова и, конечно же, Люська Любимова. Всем еще раз привет. С самого утра мы с вами вместе. С самого утра Аврора дарит разные подарки. Пришло огромное количество людей, все разные. Кто-то приходил просто поздравить. Я вам честно скажу, ребят, пожалуйста, кто придет, не приносите тортики, пожалуйста. Слушай, Люся, знаешь что? У нас уже майкер. Нет, смотрите, девчонки, у нас традиция. Уже я вот лично третий год работаю на Авроре. Я помню, что каждый день рождения, неважно, это нашего директора или вот Авроры день рождения, да, мы думали, нужно обязательно что-то сладкое. Либо купить, либо приготовить. Я прекрасно помню вчерашний день у нас на кухне, когда мы сперва решили купить Наполеон как подарок. Поскольку это любимый торт нашего директора. Мы поняли, что по-любому будет очень много тортов, вот-вот и сегодня уже, по-моему. Сегодня я даже сбилась со счету. Да. Ребят, ну действительно. А я со вкусом сбилась. Так мы скоро расплывемся, я уже не буду влезать в это кресло. Но в любом случае большое и огромное спасибо. Вообще, даже вы понимаете, что для того, чтобы поздравить Аврору, не обязательно принести нам торт. Да можно поливать. По телефону, по телефону, сколько было поздравлений, да, девочки? Ну вот у нас просто кто успевает, тот и отвечает. А сейчас появилась еще одна цифра на мониторе. И это Марина как раз об этом хотела сказать. И, наверное, самое время напомнить об этой замечательной, ну не акции, а возможности выиграть смартфон в наш день рождения. Девочки. Да, в течение дня, давай, Марин, ладно. Ну начала уж, заканчивай. В течение дня у нас на всех телевизорах, которые вы увидите, у нас на сайте www.radioavrora.am высвечиваются номера цифрки. Слышите, в которых в коробке. Да, да. И если вы будете очень внимательны, вы запишите эти номера, которые периодически выходят. Позвоните по номеру, потому что эти цифры из себя составляют номер телефона. Вот, наш телефончик зазвонит, и мы поймем, что вы выиграли смартфон. Так что будьте внимательны. Супер-пупер смартфон. И, кстати, быть внимательным нужно не только на нашем сайте, даже если человек, допустим, не имеет под рукой интернета и просто вышел погулять, или сейчас сидит на работе, пыхтит, а может сидит в кафе или где-то еще, в любой момент к нему подойти может наша команда А и тоже сделать подарок от Люся. Но в этом случае там уже не смартфон, Люся. Там не смартфон, там телевизор. Подарки разные, в общем, одним словом. Конечно, именно эти подарки может выиграть тот человек, который дозвонится к нам по номеру 25 1007. И еще, что хотелось бы действительно особо отметить. Было очень много звонков, и люди жалуются на то, что либо невозможно дозвониться, кто-то говорит, что мы обманывают, причем не только говорит, некоторые даже были, которые кричали, вот, мы не верим. Но радует, что эти люди же продолжают звонить. И слушают же. Посмотрим, кому повезло на этот раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Анагит. Ой, Анагит, шарики, это были шарики от расчастья. Наши шарики реагируют на ваш голос. Номер телефона дадите, Анагит? А кто там на заднем фланге? Малыш? Мальчик. Мальчик, вы замужем? Да. Сколько детей? Мальчик? Еще один мальчик. Только мальчик. Только пока что еще? Пока еще один. Сколько сыну лет? Один. Один годик? Слушайте, как хорошо. Анагит, скажите, пожалуйста, а вот когда сыночек вырастет, вы его на какой вид спорта отдадите? Не знаю. Ну вот и футбол. Как вы относитесь к футболу? Я очень люблю футболь. Серьезно? Да. И вот вы наверняка смотрите чемпионат мира. Да. А вообще в целом за кого болеете? Я болела за Испанию. Ух ты, закосились, а вот муж не слышит сейчас. Вот тихо скажите. Это все дело вкосились, поэтому Испания? Вообще-то да. Там немножко еще муж Шакира такой симпатяшка, да, тоже? Да. А мой муж... Пики. Ваш муж слышит? Ваш муж слышит? Ну, верно мужу. Ваш муж не беспокоится, потому что он по-любому крашу всех. Он же армянин. Самый красивый. Тут вопросов никаких. Пускай слышит, пускай и много раз слышит. Все равно он болеет. А скажите, пожалуйста, вы вот когда смотрите игры, бывает такое, что у вас мнения с мужем разные? Скажем, вы за одну команду болеете. А он за Голландию. А в этом случае вы сидите со сковородкой, а он просто где-то прячется в углу? Да? Как бывает? Как вот борьба проходит? Нет, нет. Фанатов нет? Вы мирно болеете? Да. Друг против друга? У нас мир во всяком случае. Слушайте, ну это прекрасно, что у вас мир во всем мире. Анна, это о чем вы занимаетесь? Я вообще психолог, но сейчас не работаю. Ну, недавно у вас родился сын, наверное, в декрете, да? Да. Хотите поскорее вернуться на работу или вас замучили неуравновешенные? Хочу, но пускай немножко потратят. Потратят, правильно. Да. Скажите, ну у вас, наверное, это терпение охватило вот так вот с утра самого звонить психологу. Они же такие уравновешенные, спокойные. А, сейчас еще раз наберу. А, Нейт, скажите, вот у меня сейчас прям вопрос возник. А психологи, психологи, блин, психологи к психологам ходят? Еще как? У каждого психолога, по три психолога. Да. Серьезно, а у нас в Армении это вообще востребованная профессия? Вообще-то нет, но... Ну, я принимаю бесплатно. Вы объявите и будет очень востребованной, я вам честно скажу. Ну, вообще-то так бывает. Вот, например, как Аврора сегодня бесплатно просто так дарит телевизор, просто нужно дозвониться в прямой. Видите, какой шквал звонков? И у вас так телефон разрывается. У вас не меньше шквал. Как и сейчас она, видишь, как с психологом, да? У нас позвонила вас с утра. Ну, мы в любом случае тоже очень рады слышать женский голос. И от такого голоса даже шарики лопают. Анаит, а ваш муж сейчас не работает, да, раз слышит? Мой муж работает. А где? Просто суббота сегодня. Он ремонт делает. Ремонт делает. Слушайте, полезная профессия. Наверное, у вас дома все красиво. Еще нет. Не очень. Не очень. Поэтому ремонт делает. Ты знаешь, обычно это как сапожник без сапожника. Когда человек чем-то занимается, в последнюю очередь руки доходят именно до своего собственного. Так, подождите. Мы не выяснили, за кого болеет. Нет, за кого болеет мы выяснили. За косильеса в данном случае. Косильеса стоит... Она болела за косильеса, но после вчерашнего дня уже не болеет. Уже все? После вчерашнего дня уже не знаю, за кого болеет. За Голландию. Подсказываю. Вы сейчас, Анаид, смотрите, есть возможность сейчас так, грубо говоря, сделать ставочку. Прогноз, я бы сказала. Давай прогноз. Да. Кто станет чемпионом мира в Бразилии в этом году? Как вы думаете? Не знаю, может быть, Бразилия. А давайте без может быть. Давайте вот без может быть. Давайте точно сейчас подумаем и представим. Как по-вашему? Харько, давайте поставим на Бразилию. Бразилия. Отлично. Я думала, она ей сейчас скажет, а вы как? А, Бразилия, Бразилия. Как типичные психологи. Что вы думаете? Как вы себя чувствуете? Вы хотите об этом поговорить? В общем, Аннаид, мы записали ваш прогноз. Надеюсь... И мы хотим об этом поговорить, поскольку официальный представитель компании Пирели в Армении, Варан Групп, предоставляет на большой футбол целый комплект покрышек Пирели. Четыре колеса. И если вы угадаете, если вы угадаете выиграть действительно Бразилия, то все те люди, которые угадали вместе с вами, они будут драться за эти покрышки. Опа! Покрышки, потом будете по очереди кататься. Нет, на самом деле все четыре достанутся одному человеку. Да. Так что... Ну, а сегодня... А сегодня, Аннаид, вы просто наша героиня. Знаете почему? Почему? Потому что мы вам хотим сделать подарок в наш день рождения. И вы, наверное, уже знаете даже какой подарок. Телевизор. Телевизор! 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 И, конечно, ящик пива Котай. Будете вот распевать с супругом. Это вам спасибо. В вашем лице хочу поблагодарить еще и еще раз, и вообще много раз, всех наших слушателей, которые сейчас пытаются дозвониться, которые просто вот пассивно слушают. Всем вам огромное спасибо. Анаид, мы уже вас ждем здесь на Наризоряна-22. После эфира обязательно созвонимся и расскажем, как нам доехать. Хорошо, спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам, удачи. До связи. Ну что ж. До свидания. Попрощались с Анаид, но не прощаемся с вами, друзья, потому что вот, девочки, согласитесь, вообще Аврора припаслась вообще. Вы посмотрите, сколько подарков. Они не заканчиваются. Слушайте, да, они не заканчиваются и не заканчиваются. Я не знаю, когда они закончатся. В общем, до вечера мы будем веселиться вместе со слушателями, поэтому продолжайте слушать внимательно. И, конечно, поглядывайте на наш сайт, поскольку там периодически на мониторе появляются определенные циферки. Собрав эти цифры, вы соберете в самом конце дня номер телефона. Кто первый позвонит, тот выиграет от Авроры смартфон. КОНЕЦ!